Сколько-то мы поедем. Абдулла Гондаров родился на 9 недель раньше положенного срока. Малыш был очень слаб. Реанимация, а затем отделение патологии. Два месяца врачи и медсестры выхаживали ребенка. И сегодня его наконец выписывают. Дома Абдулу с нетерпением ждут еще три сестры и братик. По прогнозу все хорошо. Надеемся, что все будет только лучше. Когда он родился, было 1,4 кг. Он родился маленький, был недоношенный. Но так нужно было. Врачи сделали консилиум, поговорили между собой. Сказали, что нужно спасать маму в первую очередь. Ну, Алгамдалилла и Малыш у меня тоже здоровый родился. Хоть и маленький был, но сейчас уже мы набрали два чем-то уже. У нас есть вес. Если раньше спасти малыша с экстремально низким весом в условиях старого роддома не представлялось возможным, то сегодня, благодаря современным инкубаторам, это вполне реально. В них ребенок развивается как в утробе матери. Объемное антропенное образование. Размерами 46 мм. Ежегодно только в отделение патологии выписывают около 800 детей. Это новорожденные с экстремально низкой массой тела. Здесь, в отличие от реанимации, мамы могут навещать детей, кормить и помогать в уходе. Ежемесячно идет выписка около 70, плюс минус 70-75 детей. Значит, здесь есть палата интенсивной терапии. Есть палата, как вы видели, совместного пребывания. То есть дети, которые поступают тяжелые у нас, поступают в палату интенсивной терапии. Далее особое внимание уделяется обучению, правилам ухода за такими детьми. Мамочек. Значит, как только состояние ребенка стабилизируется, мы их передаем мамам. Естественно, под контролем медицинского персонала. Дальше тоже помощь оказывать детям мы продолжаем. По словам главврача перинатального центра, самая частая причина преждевременных родов – это неудовлетворительное состояние здоровья самих мам, поздно встающих на учет, а также отказ беременных от госпитализации. У меня большая просьба, чтобы женщины, прежде чем беременеть, проходили определенные обследования, диагностику заболеваний. Иногда мы даже сталкиваемся с тем, что только придя уже в перинатальный центр к нам, чаще всего на сохранение беременности, в поделении патологий новорожденных, мы там устанавливаем очень сложные диагнозы. Однако Ингушетия уже много лет на верхних строчках по демографии в стране. И в регионе чаще рождаются здоровые и крепкие малыши. За первые полгода 2022 года в Ингушетии на свет появилось около 4 тысяч малышей. В ЗАГСе даже отслеживают топ-5 самых популярных имен. Мальчиков 1950 и девочек 1836. За 6 месяцев в 35 семьях родились двойни. Что касается выбора имени, список традиционной пятерки популярных имен у нас не изменился. По-прежнему лидируют имена Мухаммад, Амина, Хадиджа, Аиша, Ибрагим, Ахмед. Среди редких имен такие имена, как Муаз, Салих, Даурбек, Анбар, Джамал. Среди девочек имя Ева, Кейпа, Мелиса, Таслима, Разия, Сайма. На Кавказе всегда считалось, что чем больше детей, тем богаче и счастливее дом. Однако врачи все чаще бьют тревогу о том, что женщины не уделяют себе должного и бережного внимания в период вынашивания ребенка. А ведь здоровье матери – это здоровье малыша. Зарима Ивлоева, Мухаммад Доскиев, Новости 24. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова